Главная новость в России. Сегодня прямая линия с президентом Владимиром Путиным. За все время сбора в Кремле получили более двух миллионов вопросов на самые разные темы. Отвечать на них глава государства начал в 4 часа по красноярскому времени. За прямой линией следил мой коллега Дмитрий Шкузин. Он сейчас в студии. Дима, какие вопросы сегодня задавали россияне президенту? Соня, за 4 часа прозвучали самые разные вопросы про цены, про экологию, про отношения с Западом. И, конечно, больше всего было жалоб на конкретные жизненные ситуации. Их президент обещал решить. Но одна из главных тем – это коронавирус. С этого и началась прямая линия. Путина спросили, почему же все-таки в разгар пандемии Россия решила провести Евро-2020. Он ответил, что международные обязательства были, которые нужно было выполнить. А позже он все-таки рассказал, какой вакциной он привился. Это спутник Ви. И вот отрывок, где Путин рассказал, почему он сделал это не на камеру. По поводу видео. Я не думаю, что это так уж важно, показать видео. Но если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео. Поэтому, а сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают. На самом деле колят там, я не знаю, что угодно. Физораствор какой-нибудь. Физораствор, ничего не колят. Я надеюсь, что большинство граждан страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством. Также Владимир Путин объяснил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Но если ее вводят для отдельных категорий граждан в регионах, то это значит, что там этого требует эпидобстановка. Следующий блок касался экономики. Один из первых вопросов был о ценах в супермаркетах. Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, вот цена, стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей. Вот такая цена. И также вопрос по картофелю. Откуда вот такая цена? Ну, как прожить человеку, моей маме, например, зарплаты и равны прожиточному минимуму, вот с такими ценами на продукты. Президент объяснил это тем, что дорожает все, и это общемировая тенденция. Он уточнил, что правительство ввело ограничения на экспорт, и раз уже за рубеж картошка не продается, то производители вынуждены уравнять цены с общемировыми. Вдобавок ко всему, в России выросла инфляция с 4% почти до 6%. Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражает. Вот причин там много, я сейчас не буду перечислять. Их там и печатание денег в основных странах, метентах и так далее, и так далее. Вот ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих там и так далее. Прозвучал вопрос из Красноярска. Пенсионерка Любовь Шенделева спросила президента о телефонных мошенниках. Женщину беспокоило, что телефонные мошенники отнимают последние деньги у самых незащищенных слоев населения и присылают сообщения с угрозами. В конце ответа на вопрос Путин выступил за то, чтобы у силовиков был доступ к банковским счетам россиян без возбуждения уголовного дела, чтобы таким образом якобы защититься от мошенничества. Получить нужную информацию из банков правоохранительный орган имеют право только в том случае, если возбуждено уголовное дело, либо по решению суда. На мой взгляд, тем не менее, решение есть. Какое решение? ЦБ имеет право в случае, если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительный орган. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк. Центральный банк имеет возможность проверить. Если считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию. Был еще вопрос из Красноярского края, точнее из Сибирска. Местная жительница пожаловалась, что у них затопила дорогу водой. При этом этот участок ремонтировали год назад. От лица жителей поселка Борового города Лесосибирска Красноярского края хотим обратиться к вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот такая дорога у нас проходит наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога через наружное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды поднимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, где ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Владимир Путин ответил, что в таких ситуациях ответственность должен нести подрядчик. И хорошо, чтобы те, кто дорогу ремонтировал, потом за ней следили. Но в любом случае вмешаться должны краевые власти. Это явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Но обязательно я с губернатором Усом переговорю, с Александром Усом. И посмотрим, что можно сделать. Средства соответствующие есть. Уверен, что и в регионе есть. Если нужно, мы, конечно, поддержим и с федеральных источников. Ну, вопрос ваш, решим. После внутренних вопросов перешли к внешним. Один из них касался британского эсминца, который пересек водную границу в Черном море около Крымского полуострова. Президент заявил, что все это провокация, причем не только в Великобритании, но и США. Вы понимаете, в чем дело? Значит, даже если бы, вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Говорили про Украину. По мнению главы страны, русские и украинцы являются одним народом. Однако отношением мешает руководство соседней страны. Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Это мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство, сегодняшняя Украина явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Президент также ответил на вопрос о передаче власти в России в выборе преемника. Он подчеркнул, что президента страны выбирают россияне. Подойдет время, и я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия. Добавлю, что для Владимира Путина это уже 18-я прямая линия. В прошлом году ее совместили с пресс-конференцией, поэтому в этом году общение получилось долгим, а вопросов поступило едва ли не рекордное количество. В последние годы многие критиковали этот формат за предсказуемость и театральность, за цензурированные вопросы и за то, что многие из них, которые на самом деле волнуют людей, эти вопросы никогда не звучат на таких прямых линиях. Тем не менее, власти от этого формата отказываться не спешат, ведь он служит хорошим инструментом, чтобы показать, что проблема президента, что проблема людей президента волнует. У меня на этом все. Соня.